И всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Дим Димыч, и с вами уже восьмая часть нашего мини-сериальчика. И, собственно, уже можно сказать традиционно мы начинаем с каид-компании Гипериона, где можно по взаимодействию с различными персонажами. Давайте, собственно, поговорим с Тошем, посмотрим, что он нам расскажет, потом посмотрим новости и отправимся дальше в Арсенал и в лабораторию. Как тебе, доктор Хэнсон? Просто куколка. Сладкая, как мёд. По крайней мере, хочет такой казаться. Думаешь, она что-то скрывает? А ты не задумывался, почему зерги так набросились на её колонию? Им от неё что-то надо. Ложечку мёда, не иначе. Маленькие пчёлки. Забавно, мне нравится такое сравнение. Давайте посмотрим новости. Спасибо за то, что остаётесь с нами. Кейт Локвилл находится на корабле беженцев Skinner 2 на орбите Майнхофа. Донни, беженцы понесли неисчислимые потери. Они грузятся на корабли и отправляются к центральным мирам ища спасения. Многие из них не долетят. Людям отчаянно не хватает пищи, воды и надежды. Кейт, мы обсудим спасательную операцию Доминиона в отдельном выпуске. Среди беженцев ходят разговоры о спасении, но в основном они возлагают надежды на полувоенные группировки и отряды повстанцев, такие как Рейдер и Рейдер. Наша ли это проблема? Ты саму милосердие, Донни. Что-то мне подсказывает, что мы уже смотрели эти новости, хотя, конечно, может я ошибаюсь. Давайте отправимся в лабораторию, посмотрим, что здесь новенького. Мы же в прошлый раз как раз насобирали нужное количество исследований для того, чтобы изучить какие-то новые штучки. Кстати, здесь вот горит образец ткани зергов. Давайте посмотрим, почему он горит. Ну, не горит, а подсвечивается, да? Значит, здесь... На этот раз новая, кстати, запись. То есть они будут меняться только, когда мы набираем какое-то определенное количество изучений. Собственно, образец ткани зерга продолжает эволюционировать. Он обладает моторными функциями. Несмотря на отсутствие нервной системы, он выделяет больше тепла, чем мог бы поглотить, находясь в пробирке. Я начинаю понимать, как зергам удается так быстро закапываться. Они обладают миллиардами крошечных мышц, постоянно вибрирующих с низкой частотой. Таким образом, им удается разрыхлять землю и крошить камень. Они буквально плывут под землей, а скорость их перемещения приближается к скорости бега. Похоже, это знание может оказаться полезным. Ну, собственно, интересно. Так, давайте отправимся в взаимодействие с консолью изучения. И здесь нам предлагают выбрать Планетарную Крепость или Турель Погибель. Что дает нам Планетарная Крепость? Командный центр можно переоборудовать Планетарную Крепость. В результате переоборудование командный центр оснащается спаренными, орудиями и вика. И укрепляется дополнительной броней. Планетарная Крепость не может взлетать. И Турель Погибель. Огнеметная Турель наносит огромный урон по области, автоматически скрывается вне боя. И что же мы выберем тогда? Что будет интересно нам? С одной стороны, очень круто выглядит вот эта вот Турель Погибель. С другой стороны, не менее круто выглядит огромная Планетарная Крепость. Давайте... Давайте, наверное, изучим Планетарную Крепость. Не знаю, насколько она будет нам полезна. Я думаю, что ее очень тяжело убить, и уж это нам точно пригодится. Так что, наверное, вот так вот мы закончим. Выучим Планетарную Крепость и отправимся дальше в Арсенал, наверное. Так, здесь можно поговорить со Своном, кстати говоря. Давайте это и сделаем. Даже не думал, что когда-нибудь вернусь на Майнхоф. Сколько наших надорвалось на этих карьерах. Килмарийцы выжимали из нас все соки. Тогда мы подняли восстание. Это не могло больше продолжаться. Понимаю. Иногда нужно показать, что с тобой должны считаться. Не знаю. За нами правда. За ними винтовки Гаусса и боевые роботы. Ребята гибли ни за что. Если б ты тогда не появился, твои люди заплатили за свободу собственной кровью. А мы с Мэттом, мы были рады помочь. Вот такую вот грустную историю нам рассказал Свон о своем прошлом. И о том, как он пытался отвоевать планету Майнхоф. Ну а мы, собственно, смотрим, что же у нас нового в Арсенале. Здесь по-прежнему почему-то горит ракетная турель, но я ее уже смотрел. Здесь у нас появилась вкладка техника. И здесь мы можем купить улучшения для гелионов. Мы можем купить им спаренные огнеметы. Что удваивает огнемой мощь гелиона. И можем купить им чермитную смесь. После чего гелионы будут наносить дополнительно 10 единиц урона легкобронированным единицам. Я же считаю, что улучшать гелионы мы не будем. Потому что как-то уж они слабо выглядят. На фоне каких-то более мощных единиц, типа тех же самых мародеров. Странное сравнение. Биологическая единица, мародер, юнит. Как бы пехота, условно говоря. И робот. Ну не робот, а машина. Все-таки, мне кажется, гелионы будут слабоваты. И улучшать их не стоит. Поэтому, скорее всего, деньги мы потратим на улучшение мародеров. А именно, я думаю, что у нас 135 тысяч кредитов. И мне кажется... Вернее, даже не кажется, если мне не изменяет память. Нам не хватит купить оба улучшения. Да. Нам не хватит купить оба улучшения. Потому что они слишком дорого стоят. Поэтому, наверное, мы пока что купим пенный наполнитель. Дабы увеличить количество хп наших мародеров. А в дальнейшем уже, возможно, и купим фугасные гранаты. Отправляемся дальше в мостик, наверное. На мостик. Ну что, Ариэль. Вы уже нашли подходящую планету для своих людей? Да. Она называется Гавань. И пока никем не занята. Правда, она находится на границе протасского сектора. Но кажется вполне безопасной. То, что нужно. Вашим людям не помешает на некоторое время залечь на дно. А вам не приходило в голову, что колонисты могут быть заражены? Как вы можете даже предполагать такое? Все абсолютно здоровы. Очень надеюсь на это, Ариэль. Если возникнет угроза эпидемии, протасы не станут церемониться. На всякий случай подумайте о разработке вакцины против вируса зергов. Традиционная медицина здесь бессильна. Вирус слишком быстро мутирует. Но я посмотрю, что можно сделать. Сделать это, что вам под силу. Это все, о чем я вас прошу. Традиционная медицина здесь бессильна. Смешно. Подорожник, дорогая. Подорожник вылечит все, понимаешь? Так, кстати, нам с ней можно еще раз поговорить. Ну давайте еще раз поговорим. Я работаю над вакциной от вируса зергов. И все-таки надеюсь, что моим людям она не понадобится. Ну окей, вот такой вот быстрый разговорчик. Поговорим с Хорнером и отправимся на нашу миссию. Керриган научилась новым фокусом. Эта эпидемия на Майнхофе оказалась очень заразной. Это самое страшное, что может случиться. Личность гибнет, и человек превращается в безмозглую тварь. Если хоть один из колонистов, переселившихся на гавань, заражен. Знаю. Протасы не заставят себя долго ждать. И все же я надеюсь на нашу давнюю дружбу. Если протасы прилетят на гавань, я попробую поговорить с ними. Ну, интересное предположение от Рейнора. И, собственно, давайте посмотрим, что же мы будем выполнять сегодня. У нас уже очень давно висит задание на Белшире и задание на Тарсонисе. И я думаю, наверное, что сегодня мы отправимся на Белшир. Потому что оно у нас реально чуть ли не с самого начала кампании висит, как только мы встретили Тоша. Давайте послушаем его и отправимся. На Белшире редкий газ, который они называют дыханием жизни. Они считают, что этот газ им дарован богами. Мы называем его тирозином. Если знать покупателей, этот газ можно толкнуть за целое состояние. Конечно, протасы перережут нам глотки за посягательство на свою святыню. Но, по крайней мере, попытаются. Ну, собственно, вот так вот нам рассказал Тош об этой миссии. И давайте отправимся на нее. Эксперт, начинаем. Вот, смотри. Выглядит симпатичнее Редстоуна, правда? Обычно я стараюсь избегать стычек с протасами, если это возможно. Это непростые протасы. Это секта фанатиков, называющих себя Талдарим. Они верят в то, что тирозин — священный дар Зелнага. Если протасы вызовут воздушный флот, они раздавят нас, как тараканов. Слон, загрузи-ка новые чертежи в базу данных арсенала и наладь производство галиадов. Если их противовоздушные орудия так же хороши, как раньше, то мы продержимся. Ладно, какой сделай. Будут тебе галиады. Как мы доберемся до тирозина? Видишь, алдари. Мистики из секты Талдарим используют их для добычи тирозина. Подходи и добери канистры. Наши КСМ смогут донести канистры до базы. Нам нужно будет защищать их от нападения. Если повезет, мы сможем улететь с добычей, прежде чем нас обнаружат Талдаримы. Ладно, приступим. Итак, собственно, зов джунглей, уровень сложности эксперт. И я думаю, что это задание мы будем проходить немножечко интересной тактикой. Как можно больше стационарной обороны. Так, отправляем наши КСМ-ки на добычу минеральчиков. Делаем новые КСМ-ки. Собственно. Так, тебя мы сразу же вот здесь вот приземляем. Такс, и давайте посмотрим. Вот координаты мест добычи тирозина, брат. Надеюсь, это немного облегчит тебе жизнь. Наши КСМ могут перевозить канистры с тирозином. Вот только чтобы отсоединить их, потребуется некоторое время. Так что не оставляй КСМ рядом с алтарями без присмотра. Такс, начинаем добывать весь пенчик. И у нас появилась возможность переоборудовать планетарную крепость. Наш командный центр стоит это 150 газа, 150 минералов. Собственно, это мы и сделаем. Только сделаем мы это по-хитрому. Так, появились подсказки, давайте посмотрим их. Новая боевая единица Голиаф, шагающая боевая машина Голиаф. Первоклассные роботы, отлично приспособлены для уничтожения воздушных целей. Также могут атаковать наземные войска противника. Производится на заводе. Тирозин добывается с помощью КСМ. Выберите КСМ и щелкните правой кнопкой мыши по протасскому алтарю. Будьте осторожны, протасы мстители. Это уж точно. Такс, я думаю, нам очень даже пригодятся в этой миссии. Наемники. Пока что мы никуда идти не будем. Будем развивать нашу экономику. Она нам очень сейчас будет нужна. Особенно минеральная мы будем немножечко хитрить. В общем, в чем наша цель, да? В чем суть моей интересной стратегии? Я хочу построить командный центр, переборудовать его в планетарную крепость и поставить его где-нибудь вот прямо здесь. Чтобы, если на нас будут нападать, то планетарная крепость нас бы отбивала. Она все-таки как-никак имеет аж полторы тысячи хп. Это реально жестко, это реально много. И я думаю, что она будет неплохо воевать. Кстати, сейчас заодно и посмотрим, насколько хорошо. Эта планета была священной землей Талдорим задолго до того, как тираны проложили путь к звездам. Немедленно удараетесь прочь. Погоди, не горячись. Нам всего лишь нужно немного газа. Ты обернуться не успеешь, а нас уже и след простыл. Мы не позволим вам осквернить дыхание жизни. Воины, покарайте всех, кто осмелится прикоснуться к алтарям. Протосы приводят войска в боевую готовность. Судя по всему, они попытаются уничтожить наши КСМ во время сбора тиразина. Предлагаю собрать мощный отряд и обходить алтари по одному. Такс. Собственно, нам уже сказали, что будет очень даже жарко. Ого-го-го. Нехило, однако. Внимание. Талдорим запечатывают алтарь с тиразином. Ну, давайте попробуем это как-то отбить. Они запечатывают алтари, чтобы мы не могли добраться до газа. Нужно пошевеливаться, иначе мы не сможем добыть достаточно. Тиразина. Так, давайте убьем хотя бы пробочку, и пока отступим. Так, ты давай делайся в планетарку. Срочно. Нужно еще КСМ-ки вычинивать. Сейчас будем пытаться как-то отбиваться на затекание наших морпехов. Отлично. Как же я рад, что у меня есть наемники, честно сказать. Это было жестко уже с самого начала игры, я хочу вам сказать. Так, значит, мы сейчас будем делать как можно больше заводов. Улучшение завершено. Делать морпехов будем в промышленных масштабах, так сказать. Так, это сюда. Ты, дорогой мой, идешь сюда. Внимание! Талдари запечатывают алтарь с тиразином. Как бы нам не дать этого сделать-то. Кстати, изучение. Давайте его соберем. Но можно, конечно, в теории суициднуться ради того, чтобы убить пробку. Вот так. И убежать попытаться как-то сюда вот. Но не знаю, насколько это нам поможет, конечно. Пристройка завершена. Вот, кстати, как атакует наша прекрасная планетарная крепость. Так, ну мы вроде справляемся. Две ксмки вычинивают. Тут у нас тиразинчик добывается. Первая канистра у меня, сэр. Везу ее на ближайшую базу. Отлично. Вот и первая канистра. Так, и главная проблема нашего орудия ИВИК и планетарной крепости в том, что она не атакует воздух. Итак, смотрите. Орудие ИВИК. Урон 40. Дальность 6. Время между атаками 2. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Так, вычиниваемся. Внимание. Талдарин. Запечатывают алтарь в тиразин. Так, пока что я туда точно не пойду. Здесь заказываем побольше пробок. Где у меня еще одна ксмка? Или две даже ксмки. Сейчас будем продолжать заниматься нашей хитрой тактикой. и будем делать как можно больше стационарной обороны. Сейчас нам нужно уничтожить всех, кто здесь вот. Так, да. Сделаем арсенальчик. Так, уничтожаем. Значит, вы делаете сюда и сюда. Так, нам нужны соплайчики. Улучшение нам нужно. Нам нужно морпехов побольше. И мы сейчас здесь сделаем небольшой такой пунктик обороны. База нас будет дефать от наземных войск, а от воздушных нас будет дефать туреточка. Так, пока что с виспеном у меня проблем нет, поэтому отправляем всех на добычу минералов. Вот так. Сюда еще можно наемников отправить. Так, удачно. Видите, уже мы они только-только хотели подойти, а мы уже здесь застроили. И бункеры ничем полезны. Они очень много впитывают урона у нас. Так, все. Ты идешь сюда. Ты идешь сюда. Так, вы садитесь в бункер. Вы тоже садитесь в бункер. Таким образом мы вот здесь вот будем сейчас отстаивать нашу точку. При этом я не забываю дозаказываться. Смелый ход, мистер Рейнер. Обходишь подвал таря за раз. При таком раскладе нам будет сложнее отбиваться от долдоримов. А чем скорее мы сделаем дело, тем скорее уберемся с этой планетой. Жестко. Это жестко, согласен. Как же они жестко бьют. Так, отходим. Пускай бункер танкует. Отлично. Сработала наша тактика. Это меня радует. Так, я думаю, что туда пока что нам идти не стоит. Так, нужны вот они. Третья ганистра. Уважаю, брат. Давай дальше в том же духе. Что у нас, кстати, вообще по квесту-то? Найти реликвий протеста один из трех. Собрать разин три из семи. Не дать запечатать алтарей. Семь. Они запечатали пока один, и сейчас запечатывают второй. Но, к сожалению, с этим я поделать ничего не могу, потому что они там очень далеко. И просто элементарно я туда не дойду. Потеряю всю армию, а нам бы этого не хотелось. Так, вы у меня давайте отправитесь пока... Хотя, ладно, оставлю вас здесь. Так, здесь где-то возьмем давайте одного КСМ-ку. Что у нас здесь есть еще? Так, сюда и сюда. Сюда и сюда. Плохо дело. Защищай КСМ, иначе все пропало. Так, но мы вроде бы справляемся. Эй, не трожь. Немного я неудачно да, видимо, поставил. Внимание! Толдаримы запечатывают толдать с тирозином. Отлично. Так, эти бункеры продаем. Заказываем кучу голиафов. Идем их вычинивать. Здесь заказываем улучшения, здесь заказываем улучшения. Заказываем еще соплайчики. Так, нам бы еще морпехов добавить было бы неплохо. 250 минералов, да? Черт не побрал этих толдаримов. Если они запечатают толдаримы, никогда не соберем газ. Отправь голдарям своих вояк, пусть разгоняют протасов. Нет, пока что у меня такой цели нет. Так, сейчас мы, значит, отправляемся вот сюда. Ладно, маленько отойдем. Кто там? И фотонные пушки. И просто даже войска. Так, уничтожаем все, что здесь есть. Ммм, печально. Не хотелось бы терять полтари, которые здесь вот близко. Я просто не хочу уйти вот в ту область. Там наверняка будет тоже куча юнитов. Давайте мы отправим парочку мародеров-суицидников, которые просто убьют пробку. Я, конечно, потеряю важный отряд, но что поделать теперь? Если нам нужно вот именно что пробочку убить. Отлично. Их мы мы отдаем. Эээээ, нечестно. Я не думал, что вы сюда пойдете. Ладно, они хотя бы разделились. идем сюда база атаковано месторождение венера ваши войска атакованы так чего там такое еще одно изучение протасов вашего из как атаковать где-то здесь у меня были ксм кинет одна их как же плохо и печально идем сюда идете ваши войска атакованы вот они у меня где остались ксм кит все месторождение база атаковано ваши войска а я не успел да не успел внимание толдорин запечатывают алтарь с тирозином внимание толдорин запечатывают алтарь с тирозином хочу по два за раз уже стали до база атаковано так но у нас тут как-то вот дела обстоят не очень для потому что воздух и не атакую сейчас мы значит убьем вот это сюда отправим наших голиаф сами в это время я потерял ее ахтыш елки-шпалки база атаковано так здесь справимся справимся восстанавливаем ваши войска атаку месторождение минералов выработано идем сюда у меня там до тика не умирает как же ошибаюсь так где 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 у меня здесь где-то была ксм к давай строй еще бункер и ты строй еще один бункер что такое дайте мне хоть немножко продавь вашего из-за вообще просто не дают отдыха добывай тогда тирозин здесь быстрее причем как можно быстрее морпехов сажаем в бункер как же жестко вместо вашего войска атаковано да вы бежите это все время шуши какой невнимательный отдаю свой дотекание то и дело так идем сюда здесь нам нужно сделать атаковано так отлично отбились с горем пополам но отбились здесь нужно как можно быстрее сделать нам планетарную крепость так теперь благополучно возвращаемся сюда как благополучно конечно тут громко сказано делаем кучу морпехов так там они идут запечатывать пятый алтарь но это пока не страшно он там где-то вдалеке вы знаете что я понимаю у нас вот еще где-то одно исследование и судя по тому что здесь было первое здесь было второе третье таки все-таки там это значит что придется бежать за ним самую гущу база которую я бы не хотел бежать ой отбегаем так здесь вроде отбиваемся отлично но только отбиваемся мы без возможности нужно остановить толдаримов они запечатали уже пять алтарей толком не можем мы здесь выйти да нужно нам сейчас зачистить вот эту базу наверное отправить туда вот эту нашу базу ваше войска ваше войска атакованы так ты давай у нас залетела да и иди лети сюда так отправляем нашу базу туда внимание толдарим запечатывают алтарь с тирозином ой 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 толдарим запечатывают алтарь с тирозином так забираем эту базу это они запечатывают два сразу а это может быть критично так два мародера суицидника сейчас попытаемся как-нибудь это дело все ой 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 ну а чё делать нужно как-то их убить сказал убить дмитрий и не убил нехорошо если они запечатают еще хотя бы один алтарь мы не сможем собрать достаточно тирозина ой 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 дела от нас обстоят не очень так отходим я бы сказал что дела у нас обстоят очень не очень ой 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 нет придется загрузиться нам дорогие мои придется загрузиться тогда мы загружаемся куда вот сюда получается значит тактика неплохая но нужно успевать вовремя строить бункеры иначе как-то печально обстоят дела наши так третья канистра уважаю брат давай дальше в том же духе где тут у меня кто нам нужно идти туда да и зачистить там локацию локацию здесь бы я бы добавил еще бы одну ту реточку чинимся хилимся и живем так соберем с собой ну пускай три ксм и отправляемся зачищать наверное вот эту область даже их найму а почему бы и нет так идем 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 вперед так ты взлетаешь ты взлетаешь ты сюда садишься ой ваши войска медики нам нужны медики отлично внимание толдарин запечатывают алтарь с тирозином медики так обстоят дела совсем что-то печально так здесь улучшаем броню тут бы тоже в идеале потом бы броню улучшить как-нибудь здесь делаем вот так здесь можно будет нанять морпехов давайте 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 сразу же сюда идем где здесь ксм давай один бункер чтобы он хотя бы танковал так совершено входящее сообщение мы не позволим вам безнаказанно красть дыхание жизни протасы послали за вами авиацию печально защищай ксм иначе все пропало черт бы попрал этих толдаримов если они запечатают толдаримы никогда не заберем газ Такс. Добавляем на добычу Веспена КСН-ки. Так, здесь выгружаемся. Уничтожаем бункер. Я туда, наверное, и не пойду. Так, нам нужно еще три. Вот если мы раз-два... Сейчас срочно мне нужно раз КСН-ку, два КСН-ку. Да ладно, сколько есть, давайте сюда всех. Так, собираем изучение, отлично. Так, тут вроде у меня все нормально. Нам бы еще каких-нибудь наемников побольше. Так, где КСН-ки? Вот КСН-ки. КСН-ки сейчас в срочном порядке делают кучу бункеров. Улучшение завершено. Так, идем сюда, делаем морпехов, наверное... А нет, мы делаем медиков. Мы же ради этого сделали лабораторию. Лабораторию. Так, иди добывай, давай. Так, ну вот вроде как-то так вот мы будем отбиваться. Я не знаю, хватит ли у меня сил, чтобы отбить их. Потому что так-то они тут больно бьют. Вот это вот надо убить побыстрее. Нормально, нормально, отбились. Ну, более или менее, более или менее. Заказываем, заказываем. Так, не буду, наверное, здесь тоже отбиваться. Эй, ты кто такая вообще? Ага, смешно. Так, эта КСН-ка пошла. Сюда идем. Пять алтарей, это плохо, согласен. Так, вот сюда бы нам каких-нибудь топ-секьюрити отправить бы. Да и этих бы неплохо. Они вроде урончик принимают. Так, давайте разбираться. Значит, вы мне нужны... А, ладно. Так, идем сюда. Что у нас здесь по минеральчикам, по газу? Все вроде окей. Давайте дефаемся, дефаемся здесь. Так, отлично. Так, они запечатывают шестой, это плохо. Остается всего один алтарь, теперь придется их отбивать. Ну, может, нам повезет, а мы как-нибудь справимся и без отбитий. Может быть, быстрее соберем. Мы собираем тоже шестую канистру. Нам осталось одну канистру собрать. Здесь есть? Здесь есть? Нет? 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 А где она есть-то? Ага, она там. Жесть. Идем сюда. Что делать-то? Здесь уже всех, кого только можно. Забрал. Вернее, нанял. Так, давайте я свое схоронение сделаю. Прямо так и напишу. Тут. Жесткая миссия. Очень жесткая. Шустрые парни. Осталась всего лишь одна канистра. Так, вычинили всех, кого нужно было и можно было. Так, давайте все уничтожаем здесь. Нет, подождите, подождите. Какая же жесткая миссия. Я на нее сейчас успею, но я, наверное, потеряю из-за этого все свои войска. Ваши войска атакованы. Месторождение имени база атаковано. Так, отлично. Отбились на силу. Так, здесь вроде как... Отбиваемся более или менее. Идем сюда. Ваши войска атакованы. Здесь есть хоть одна КСМ-ка? Нет. Ваши войска атакованы. Так, я вижу, что здесь вот есть... База атакована. Так, я потерял, да, своих? Ай-яй-яй-яй. А, ну там вроде он... Нет. А, ну все, окей. Окей-окей. Тогда норм. Отправляем, значит, сейчас сюда вот КСМ-ку. И срочно, срочно бежим добывать вот эти вот несчастные изучения. Как же жестко казалось здесь все... Ой-ой-ой-ой-ой. Нам нужно срочно отбиваться. А здесь такая жесткая волна. И у меня не хватает юнитов, чтобы ее отбить, похоже. Этих безрассудных тиранов нужно остановить. Уберите их всех. Уберите их всех. Как-то нам вот нужно эту еще точку захватить. Я вообще просто не представляю. Какая же сложная миссия оказалась по итогу. Здесь я уже никак не зачищу. То есть у меня остается 4 Голиафа на решение всех моих вопросов. Жесть. Окей, 5 Голиафов. Это просто крах. Да, все. У меня больше ничего нет. Если мы пройдем эту миссию, это будет просто жесть. Пускай там мою базу уничтожает. Плевать уже давным-давно на нее. Сейчас главное... Нет! Нет, нет, нет. Я не отобьюсь здесь. Талдарин, запечатываю Талдарь с тирозином. No, 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 please, no. И они нашли мою базу. Так, ладно, мы загружаемся. Я пройду эту миссию. Насколько же она оказалась жесткой? Вот просто представьте. Тирозина. Так. А твои рейдеры шустрые, парни. Осталось всего лишь одна канистра. Быстро, 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 быстро. Прям торопимся. Бежим. Как Форест Гам бежим. Быстрее. Каждая секунда на счету. Так. Сюда, сюда. Ай-яй-яй-яй. Как я неудачно-то здесь попался. Талдарин, запечатываю Талдарь с тирозином. Бежим, бежим, бежим. Месторождение минералов выработано. Кто ты такой-то тут? Встань. Срочно бежим вот сюда. Значит так. Месторождение минералов. Ваши войска атакованы. Ваши войска атакованы. Так, отвоевываем, отвоевываем этот алтарь. Теперь. Куда ты бежишь? Вот скажи мне. Так, ладно. В общем, аркепка я больше не делаю. Теперь, теперь, теперь. Теперь. Идем, идем, быстрее. Прям торопимся. Некогда, некогда нам это все убивать. Ааа, жесть. Как же это реально потно. Собираем. Отлично, идем сюда. База атакована. Ой, 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 ой. Ошибся, ошибся, Дима. Внимание. Талдарин запечатывает алтарь с тирозином. Нет, нет, ну не говорите, что я опять проиграю. Жесть. Ну нет, пожалуйста. Ваши войска атакованы. Как это выиграть? Ух, сказать честно, это просто жесть. Жесть какая-то. Еще раз, еще раз загружаемся. Не успеваю я здесь, у меня опять нет юнита. Какая сложная миссия на Эксперте. Я не знаю, насколько это будет потом интересно смотреть. Видео уже длится 43 минуты. Это много, я считаю. Так, собираемся. Есть у меня тут хоть какие-нибудь наемники? Нет. Печально. Внимание. Талдарин запечатывает алтарь с тирозином. Так, чинимся. Чинимся, чинимся. И тут сейчас, по-моему, волна как раз пойдет. Месторождение минералов выработано. Управляемся дальше. Ваши войска атакованы. Вообще нет времени реагировать на то, что там сзади. Месторождение минералов выработано. Вот, эта волна как раз мимо прошла. Отлично. Так, на этот раз мы получше отбиваемся. Тут, правда, все печально с базой, но да, это и не важно. Загружаем наши КСМ-хи. Сюда и сюда. Чинимся здесь. Давай-давай-давай-давай. Лети сюда поближе еще. Сейчас мы его как-нибудь так выманем. Вот так, отлично. Все. Сюда и сюда. Армию отправляем. Неужели я выполню эту миссию? Ну, это, конечно, вообще жесть. О, нет. Они опять пришли ее закрывать. Жесть какая-то просто. Так, идем сюда. Вместе с пробочками атакуем. Пробки танкуют. Я отобьюсь. Фиг вы меня заставите перепроходить совсем заново. Фокус. Добываем, добываем. Сейчас я как никогда близок к победке. Этих безрассудных тиранов нужно остановить. Жесть, быстрее. КСМ-ка, добывай быстрее. Сейчас будет еще волна. Еще волна будет. Защищаем. Чем можно, как можно. Вот они, вот она, еще одна волна. Давай же, КСМ-ка, не смей сдохнуть здесь. Быстрее, быстрее. Ну же. Я уже вижу, что там еще вон идут. Ура. Мы это сделали. Вы это сделали, дорогие мои. Жесть. Сколько раз я перезагружался? Три раза? Офигеть просто. Офигеть просто. Ставьте лайк. Я заслужил лайка. Потому что это просто что-то с чем-то. И я выполнил все допки. Я выполнил этот квест полностью. Это была самая потная катка на эксперте, скажу я вам. Нажимаем продолжить и смотрим, что же будет дальше. Давайте мне миллионы миллиардов кредитов за такую потную катку. Сэр, я получил зашифрованную передачу из неизвестного источника. В ней утверждается, что Тош участвовал в секретном проекте Лезвия Тьмы. Для развития псионных способностей призраков они использовали Джори и Тиразин. Все так. Мы фантомы. Призраки нового поколения. И когда ты собирался все это мне рассказать? У всех есть свои маленькие тайны, мистер Рейдер. Я ведь ничего не замышляю против тебя. Может быть. Но чего добивается тот, кто отправил сообщение? Мэтт, ты можешь как-нибудь вычислить источник передачи? Нет, сэр. Но сообщение заканчивается словами. Скоро увидимся. Это, наверное, Менгск. Он пытается стравить нас. Ты же не дашь ему этого сделать. Отложим разговор до тех пор, пока я не выясню, откуда сообщение. А за тобой, Тош, я буду присматривать. Ну, попробуй. Развивается сюжет у нас с Тошем. Судя по всему, он нас предает. Ковид-компания Гиперем час спустя. Итак, собственно. Это была самая жесткая миссия, которую мы только проходили. У нас открылись новые изучения, новые появились наемники, отряды. Естественно, естественно, мы это все посмотрим, но уже в следующий раз. Ставьте лайк, если вам понравилось это прохождение. И, собственно, на этом у меня все. Спасибо вам большое за просмотр. Удачи вам в играх и не только. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok